МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. В Тимиртау на теплостанции ТЭЦ-2 продолжается строительство седьмого котла. Сегодня производится установка оборудования. С ходом работы знакомился Аким области Ирмаганбет Буликпаев. Свыше 800 школьников приняли участие в областном этапе Республиканской Олимпиады. 36 победителей будут представлять Карагандинскую область на финальном этапе. Сильнейшие шахматисты Карагандинской области, а также гости из столицы соревновались за призовые места на турнире, посвященном прославленному карагандинскому гроссмейстеру. В Тимиртау на теплостанции ТЭЦ-2 продолжается строительство седьмого котла. По информации руководства станции, все идет по графику. Производится установка оборудования. С ходом работы ознакомился Аким области Ирмаганбет Буликпаев. Монтажные работы начались в апреле прошлого года. Аким области доложили, что работы идут по графику. По словам директора теплостанции, выполнено порядка 70% всего объема. Строители работают круглосуточно в дневную и ночную смены. Уже конвитивная часть полностью собрана. Сейчас лотки под электрическую часть готовы. Кабельную продукцию будем укладывать. Мельницы стоят. Сейчас уже ведется установка донесоса, вентилятора. Установка удлинения конвейера. Аким области также доложили о предстоящей ремонтной кампании на ТЭЦ. План работ утвержден. Финансирование выделено, заверил Владимир Яблонский, генеральный директор Арселор Митталтимиртау. Будет произведен расширенный текущий ремонт первого котла. Приступить к работам должны на следующей неделе. На самой ТЭЦ в данный момент котлоагрегат номер один готовится к расширенному текущему ремонту. Будем на следующей неделе отдавать. Котел номер три сейчас завершают ремонты по восстановлению госохода. И также дополнительно на этот год запланированы капитальные ремонты котла номер четыре и котла номер пять. Напомним, что строительство седьмого котла на станции ТЭЦ-2 – это амбициозный проект. Ввод объектов в строй планируется осенью нынешнего года. Производительность нового котла составит 420 тонн пара в час. Мощности будет достаточно, чтобы обеспечить тимиртаусов стабильным теплом и горячей водой. Тем временем на самом предприятии Арселор Миттл Тимиртау международный аудит проводит проверку. Свою работу комиссия завершит в мае текущего года. Об этом сообщил председатель комитета труда и социальной защиты, главный государственный инспектор труда Тулеген Успанкулов. Как известно, в компании Арселор Миттл Тимиртау в последний раз проводилось расследование после трагедии, в которой погибло несколько человек. Инцидент был на 100% связан с производством. Были выявлены виновные. В настоящее время на предприятиях компании работает международный аудит. Главный государственный инспектор труда Тулеген Успанкулов уточнил, что международный аудит должен подвести итоги работы примерно к маю. Аудиторы проверяют не только безопасность труда, но и экологию в вопросе промышленной безопасности. На одном из промышленных предприятий Караганды произошла кража оборудования. По информации пресс-службы Департамента полиции, 12 марта неизвестные взломав навесной замок, похитили из склада предприятия 4 электродвигателя и редуктор задвижки. Материальный ущерб устанавливается. Все действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. В частности, на кадрах видно, что с места происшествия скрывается автомобиль марки «Газель». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили транспортное средство, находившееся во дворе частного дома Караганды. 33-летний владелец дома представился блогером и оказал беспрепятствование представителям органов внутренних дел. Полицейские изъяли автомобиль «Газель» и вызвали эвакуатор для его доставки в качестве вещественного доказательства. Во время транспортировки неизвестные прокололи шины эвакуатора и тем самым воспрепятствовали законным действиям сотрудников полиции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению данных лиц. Также принимаются меры по изъятию остальных вещественных доказательств, сообщили в областном департаменте полиции. Синоптики предсказывают потепление уже в середине марта. А это значит, что до возможных паводков остаются считанные дни. Карагандинские спасатели рассказали о том, что делается для того, чтобы не допустить прошлогодней ситуации. В прошлом году таяние снега было скоротечным. Это привело к затоплению нескольких многоэтажных жилых домов и улиц в юго-восточном районе Караганды. Не удалось избежать и трагедии. В ливневом канале, предназначенном для сбора талых вод, утонул 9-летний ребенок. Карагандинские спасатели заявили, что в нынешнем году был проведен ряд мероприятий с учетом проблемных вопросов прошлого года. И главный из них – это вывоз снега и расчистка каналов. Хотелось бы обратиться к жителям частного сектора, что перед паводковым периодом необходимо провести ряд мероприятий по подготовке к паводковому периоду. Это очистить свою территорию от снега, вывести снег на безопасное место. Также на прилегающей территории очистить орки, ливневые канализации от снега, льда и мусора для беспрепятственного протока талых вод. К этой работе подключена и местная полицейская служба. Стражи порядка уже не первую неделю проводят специальные рейды, во время которых убеждают владельцев частных домов и предпринимателей вывозить снег с территории. А тех, кто убеждению не поддается, штрафуют. Из общего количества выявленных административных правонарушений 1746 нарушений были предупреждены. Оштрафованы 7 человек на общую сумму 552 тысячи тенге. Из них взыскано на сегодняшний день 327 тысяч 750 тенге. По городу Карагана на сегодняшний день задействовано 7 отделов полиции. Из них из числа личного состава местной полицейской службы около 90 человек порядка задействовано. Полицейский и спасатель отмечают, что вывоз снега – это не прихоть, а реальная возможность избежать паводка, поскольку талая вода неминуемо хлынет в подвалы домов. К паводкам сегодня готовятся и во всей Карагандинской области. Отмечается, что на сегодняшний день в регионе взяты на особый контроль 149 населенных пунктов, подверженных паводкам, и 99 паводкоопасных участков автомобильных дорог. Впереди короткая реклама, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Спонсор информационного вещания – компания «Еломед» и физиотерапевтический аппарат «Алмак Плюс». «Алмак Плюс» способен помочь при артрите, артрозе и астехандрозе. Способен снять обострение и удерживать долгую устойчивую ремиссию артрита, артроза, астехандроза. Применяется для снятия боли и снижения воспаления суставов и позвоночники. Единственный физиотерапевтический аппарат, разрешенный для применения в остром периоде. Сохранить свободу движения и повысить качество жизни можно с аппаратом «Алмак Плюс». Спрашивайте в аптеках города. К другим новостям. Свыше 800 школьников приели участие в областном этапе Республиканской Олимпиады по 15-ти общеобразовательным предметам. 36 победителей будут представлять Карагандинскую область на финальном этапе. Основная цель Олимпиады – воспитание сильных, интеллектуальных, высокообразованных школьников. На областном этапе отобраны самые сильные из них – многие победители и призеры Международных Олимпиад. Сегодня у нас идет награждение областного этапа Республиканской Олимпиады, которым заняли 209 учащихся третье место, 99 детей заняли второе место и 36 учащихся заняли первые места. Занявшие первые места будут представлять Карагандинскую область на республиканском этапе. На весенних канюкулах. Всего в церемонии награждения приняли участие более 400 школьников. На сцене отметили и тех, кто успешно выступил на республиканских и международных интеллектуальных состязаниях. Среди них десятиклассник Абзал Бекижан – призер Международной Жаутыковской Олимпиады. До этого, в начале прошлого месяца проходила Международная Жаутыковская Олимпиада, где я завоевал Бронзовую Олимпиаду, а также в сентябре проходила Европейская Юниорская Олимпиада, где я завоевал серебряную медаль. У меня в планах есть дальше развиваться в сфере IT. Также в мыслях есть пару проектов, которые связаны с работотехникой, либо с асферой IT, которые мы в школе с одноклассниками будем реализовывать в следующем году. Всего в областном этапе Республиканской Олимпиады приняли участие свыше 800 школьников со всей Карагандинской области. 36 победителей будут представлять наш регион на финальном этапе. Он пройдет во время весенних каникул. Ерехщи Аруам. Именно так назвали весенний конкурс, который провел благотворительный фонд УЗМ. 15 особенных девочек продемонстрировали свои таланты на сцене Карагандинского дворца детей и юношества. На сцене особенные дети. Все они принимают участие в первом конкурсе Ерехщи Аруам, организованном благотворительным фондом УЗМ. Главная цель конкурса – через творчество особенных детей показать, что искусство не имеет границ. Свои вокальные таланты продемонстрировала и 15-летняя Наргиз Ерзада. Ее мама отмечает, что девочка уже не первый раз принимает участие в подобных конкурсах. Изначально у нас был конкурс «Радуга талантов». То есть при содействии Акимата города Карагандин, при содействии фонда УМИД проходил конкурс. Мы участвовали в этом конкурсе. Также у нас были конкурсы по вокалу. Это наш третий конкурс. Сложностей не было. В принципе, было волнительно. Приходили на репетицию, репетировали. В принципе, нам нравится. Весенний конкурс талантов особенных детей организовал благотворительный фонд «УЗМ». Он создан совсем недавно. Проект направлен на расширение возможностей детей с особенностями развития в доступе к образованию и развитию. В фонде также намерены способствовать более эффективному внедрению инклюзивного образования и формированию в обществе позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями. Цель этого конкурса, чтобы дети в целом, они могли побыть на сцене, чтобы для них это было нормой. То есть, как и все норматипичные дети участвуют же в конкурсах. Буквально вчера здесь были разные конкурсы. То же самое должно происходить со всеми детьми. И никакие их особенности не должны быть для этого препятствием. И он должен также ходить и на хореографию, и также должен ходить на музыку и так далее. И он также должен участвовать на всех этих конкурсах. Всего на сцене Дворца детей и юношества свои таланты продемонстрировали 15 юных участниц. И каждая из них стала обладателем одной из номинаций. Члены жюри заявили, что все, кто выступал на сцене, уже являются победителями. Поскольку, несмотря на жизненные обстоятельства, эти дети нашли в себе силы и мужество, чтобы выступать перед зрителями. Далее о спорте. Сильнейшие шахматисты Карагандинской области, а также гости из столицы, соревновались за призовые места на турнире, посвященном прославленному карагандинскому гроссмейстеру. В школе имени Нурмакова прошли открытые соревнования по этому интеллектуальному виду спорта. 12-летний ученик 38-й Карагандинской гимназии Адель Кулькеев всерьез занимается шахматами уже 9 лет. Сегодня у него третий разряд. Подросток настолько увлечен шахматами, что в интернете смотрит не популярных блогеров, а следит за шахматными баталиями именитых гроссмейстеров. На этом турнире Адель намерен стать победителем и повысить свой разряд. Для победы у него есть своя тактика. Вообще вначале я смотрю, какой ход делает соперник и для чего он это делает. Позже я выбираю комбинации, с помощью которых мне дальше выигрывать или искать цели. В-третьих, мне надо искать угрозы, которые я могу создать сопернику. Либо же выиграть материал после того, как я перейду в Эйншпиль. Либо он сдастся, либо я ему поставлю мат. Этот турнир традиционный. Его проводит городская федерация совместно с Академией шахмат Бауржана Касимова. Соревнование посвящено памяти Самата Баймуратова, первого карагандинского международного мастера спорта по шахматам. В турнире принимают участие свыше двухсот спортсменов. Я думаю, что турнир пройдет на достаточно высоком уровне, так как количество участников и именно их состав говорит о том, что у нас участвуют мастера ФИД, кандидаты мастера и дети, участники городских, областных, республиканских чемпионатов, призеры. Поэтому я надеюсь, что таких турниров у нас будет много. Этот турнир у нас проходит при поддержке Федерации шахмат города Караганды. Любители этого вида спорта отмечают, что шахматы позволяют людям посостязаться, пользуясь интеллектом. Игра развивает логику, учит правильно распределять время, планировать будущие ходы и эффективно распоряжаться имеющимися фигурами. В детях игра воспитывает усидчивость, планирование и самодостаточность. Ну, это общеизвестный факт, что шахматы, особенно для детей, очень полезны. Можно перечислять и перечислять, какие есть полезные свойства, но хотя бы такой факт, что для детей шахматы дают такую возможность, что повышается у них оценочная успеваемость в обучении, в школе. Это уже доказанный факт. Турнир прошел в течение двух дней. Награждены победители по 15 номинациям. Организаторы заявили, что больше всего номинаций в детской возрастной категории. И неудивительно, поскольку главная цель турнира – популяризация шахмат среди детей и подростков. В Караганде прошли первые поединки полуфинальной серии между Сараркой и столичным Намадом. Если первую встречу карагандинцы проиграли со счетом 2-4, то вторую выиграли 4-3. Таким образом, счет в серии равный 1-1. В первом матче карагандинцы ударно провели стартовые минуты и дважды огорчили кочевников усилиями Егора Анисимова и Германа Шапарева. Однако довольно быстро гости вернулись в игру и отыграли эти две шайбы. Следующее взятие ворот зрители увидели только в третьем отрезке. Намад организовал успешную контратаку. Незадолго до сирены гости поразили пустые ворота Сарарки и установили окончательный счет. 10 марта подопечные Петриса Скудры потерпели первое поражение в текущем плей-оффе. В стартовом отрезке второго матча Сарарка и Намад обменялись взятием ворот. Счет открыл Дмитрий Смогилов. Во втором периоде ситуация повторилась. Арсений Борисов вывел каргандинцев вперед. А за полторы минуты до перерыва останчане реализовали большинство и установили равенство на табло. А в овертайме Андрей Лагунов, добивший шайбу в ворота, позволил Сарарке одержать первую победу в полуфинале и уравнять счет в серии. Сегодня гораздо лучше играли, острее в атаке. Много бросков создавали хорошие моменты. Ребята били друг за друга. В вчерашнем матче, возможно, складывалась долгая пауза, но по сегодняшнему можно увидеть, что команда набирает обороты, и мы с каждой игрой будем все лучше играть. Спасибо огромное, атмосфера просто невероятная. Спасибо вам. Ждем вас на играх в Астане. Хорошая боевая игра. Сегодня побольше, наверное, удалялись. Потеряли много сил на удалениях. Идет война. Продолжаем готовиться к следующим играм. Полуфинальная серия продолжится в столице. Следующие матчи пройдут 15 и 16 марта. Начало в 19 часов. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. А полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин